В женском командном спринте на велотреке у нас серебро, Дарья Шмелева и Анастасия Войнова дали обогнать себя только китаянкам, которые в квалификации установили мировой рекорд. Затем, как там складывалась борьба, наблюдал Антон Лядов. Серебро наше на виде стали Анастасия Войнова и Дарья Шмелева. Китаянки обогнали российских спортсменок на каких-то две десятых секунды в карьере обеих спортсменок. Это первая олимпийская награда. Запускает на трек, как в космос отправляет. Дать понять, мы все сможем, уже полдела. Для российских спортсменок олимпиада первая. Конечно, долгожданная, она первая на олимпийских играх. Тренер признается, сделали невозможное. Еще вчера такое бы вряд ли получилось. Не сдавались, два дня такие, да мы сейчас порвем здесь всех, все равно, да мы можем. И вот с таким настроем они прожили вот эти вот пребывания здесь в олимпийской деревне. И я сегодня, честно говоря, был очень поражен, когда они показали свои лучшие секунды. Я уже, честно говоря, вчера начал сомневаться. Потому что вижу, что-то не получается по секундам на тренировке. Но Настя меня успокоила вчера вечером, говорит такая, да, когда я в предварительных тренировках показывала быстрое время? Всегда на гонках, ждите, завтра все сделаю. Все сделала. На самом деле, такие непередаваемые эмоции, мы счастливы, но у меня такой осадок, что это не золото. Они обе призерки чемпионатов мира, но об олимпийской медали мечтали с самого детства. Помните тот день, когда первый раз на велосипед сели? Конечно помню. Как это было? Это было незабываемо. К моей маме приехала подруга, и мне так понравилось, мне так захотелось, пока она занята. Он стоял в стороне прокатиться. А незабываемые это воспоминания, потому что я через буквально 50 метров уже улетела в крапиву. Серьезно? И спортсменки говорят, что это только начало. Борьбу за медали они продолжат уже в ближайшие дни. Антон Лядов, Ивануткин и Андрей Ражев. Вести Рио-де-Жанейро. Во многом благодаря золоту руперистов наша сборная осталась в первой десятке медального зачета. С пятью наградами высшего достоинства мы, как и вчера, на седьмой позиции. На место в первой тройке претендуют Германия, Южная Корея и Япония. А вот кто сумел в нее ворваться, так это Великобритания. Третье место. Семь золотых медалей. По-прежнему на втором месте идет сборная Китая. Спортсмены этой страны 13 раз поднимались на высшую ступень пьедестала. Ну и лидеры, серьезно увеличив отрыв от конкурентов, это американцы. 20 медалей высшей пробы. Продолжение следует...